Свои умные вопросы. Да, свои умные вопросы я сейчас задам губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Алексей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже сегодня в первый раз в качестве губернатора просутируете страны на эмиграцию президента. Что можете сказать? Торжественное мероприятие. Хожу сказать, что сегодня страна вступает на новый этап. Те этапы, которые уже мы прошли, они показали определенную стабильность. Есть вопросы, которыми надо продолжать работать, усиливать определенные точки влияния и внимания по вопросам образования, медицины. Президент уже обозначил в своем послании основные вещи, по которым нам предстоит работать. Конечно, это прорывные технологии по всем направлениям и во всех отраслях. Конечно, это экономические показатели, это образование, это медицина. Ну и, конечно же, модернизация, модернизация всех отраслей. Как проходит модернизация отраслей и работа над прорывными технологиями в Тульской области? Потому что эта область все-таки традиционно является оружейной. Оружейная – это промышленный регион. Это химия, металлургия, это оборонно-промышленный комплекс на 20%. Там создаются точные, большие умы конструкторы, инженеры. И, конечно же, это, в первую очередь, работа над товарами, которые должны пойти на международные рынки. Они должны быть конкурентно способны. Это, конечно же, переход от оборонно-промышленного комплекса продуктов военного назначения, которые должны заменить гражданскую продукцию. И для того, чтобы они успешно влились не только на российский рынок, но и пошли на международный рынок, мы должны сейчас изучать эти рынки, они должны быть востребованы. Ну и, конечно же, это создание в особой экономической зоне композитной долины. Совсем новые композитные материалы, которые будут применяться как и в космосе, в авиации, в судостроении, ну и в других отраслях. Ну и по многому. Мы можем долго говорить. У нас много планов. Мы будем все для этого делать. Самое главное есть умы, самое главное есть уже свои стартапы, свои инженеры, свои уже юные дарования, которые мы видим, которые уже, мы стараемся отток своих кадров, отток умов уже немножко сокращать. И мы видим, что ребята уже такого оттока, как это было 5-6 лет назад, такого нет. Потихоньку. Именно из Тульской области. Из Тульской области, да. Несмотря на географию и расположение с Московской области и с Москвой. Ну, сейчас еще и с инаугурации президента начинается новый политический цикл. Вот ваши ожидания от этого политического цикла? Сегодня президент четко обозначил о том, что Россия это игрок на международном рынке, на международной арене. И с ним придется считаться, потому что Россия это крупнейшая держава. Что касается оборонной способности нашей страны, она находится в отличном состоянии. Этому вопросу будет дальше уделяться внимание. И за оборону, за целостность нашего государства он спокойный, спокойная вся страна, потому что мы видим наши вооруженные силы. И сейчас как раз время сосредоточиться на внутренних задачах. На тех задачах, на которые надо, в первую очередь, делать акцент. Еще раз хочу сказать, это, в первую очередь, образование, медицина. Это улучшение качества жизни наших граждан. Демография, как говорилось. Демография, да, обязательно демография. Это, кстати, Тульская область, один из самых таких возрастных регионов. И для нас это тоже первостепенная задача. Ну, качество медицины, доступность медицины, строительство новых корпусов больниц, периментальный центр. Конечно же, это программы, направленные, в первую очередь, на выявление ранних стадий заболеваний. Ну, целый комплекс вопросов, по которым мы сейчас работаем. Есть поддержка федерального центра, есть определенные деньги из регионального бюджета, которые мы заложили на реализацию этих программ. И тихоньку будем дальше двигаться. Президент поставил четкие задачи. Ну, вот сейчас уже с этой минуты распущен кабинет министров. Ваши ожидания? Я об этом не знал, правда? Я об этом не знал. Какие ожидания? Я думаю, что... Ожидание о том, насколько сильно поменяется? Ну, ожидание всегда какое-то обновление, оно приводит к какому-то движению, к чему-то новому. И, конечно же, ожидание хочется, чтобы пришли министры. Ну, и так президент дал оценку работы на кабинет министра, который был. Вполне оценка, так по-моему, хорошая, удовлетворительная. И, конечно же, мы, как главы субъектов Федерации, ждем, что придет новый кровь, придут новые люди, которые будут осуществлять тот прорыв, те прорывные вещи, которые обозначил президент. Сами не планируете? Я губернатор Тульской области. И мне еще работать три года. Спасибо вам большое за интервью. Я напомню, что мы беседуем с губернатором Тульской области Алексеем Деменовым. До свидания. Спасибо.